Московские старости Здравствуйте! Сегодня на нашем календаре 22 мая 1922 года. Газета «Время» Берлин. Лето сообщает, что произведённая Ленину 23 апреля операция по извлечению пули не вполне удалась. Отдельные осколки пули остались неизвлечёнными, и для удаления их вскоре потребуется, вероятно, новая операция. В Москве обнаружена огромная растрата на несколько миллионов рублей из специального фонда комиссариата иностранных дел, идущего на пропаганду за границей. Арестовано много видных служащих комиссаров. Из Киева сообщают, что в экономической, но не политической жизни много перемен. Частная торговля расширяется, впрочем, по-прежнему главным образом пирожными и обувью. Открыты кафе и кондитерские. Продукты и обувь продаются на каждом шагу. Ботинки стоят 3-6 миллионов. Однако огромные налоги не дают торговцам покоя. Все писатели в Москве торгуют, так как на литературный заработок прожить невозможно. Главный источник существования, как сообщает новая русская книга, торговля в кооперативных книжных лавках. Так, в книжной лавке писателей торгуют Борис Зайцев, Николай Бердяев и другие. В лавке на Арбате Брюсов, Пастернак и Буланцев. Очень много лавок поэтов. Всего в Москве 12 поэтических школ, и каждая из них имеет несколько лавок. Известному претенденту на украинский престол Вильгельму Габсбурскому, он же полковник Васильевич Иванович, ввиду неожиданно обострившихся отношений с румынским правительством, на почве провала организации украинских легионов на румынской территории, отказано в разрешении приехать в Бухарест. Находящаяся в Японии жена сибирского атамана Семенова обратилась к американским властям с заявлением, в котором обвиняет своего мужа в двоеженстве. Семенов бросил жену с малолетними детьми, которые теперь влачат жалкое существование, в 2014 году. Разбрасывающий награбленные миллионы атаман Семенов отказывается содержать семью. Об этом 22 мая 1922 года писала берлинская газета «Время». Подписывайтесь на наш канал, вопросы задавайте в комментариях. Московские старости. 100 лет тому назад.